Бывший руководитель госжилнадзора Севастополя попался на взятки. Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе и прокуратуре города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотрен частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть получение взятки в виде денег и иного имущества в особо крупном размере. Установлено, что мужчина, будучи руководителем госжилнадзора Севастополя, потребовал взятку от представителя двух управляющих компаний, угрожая умышленно выявить в их деятельности множество нарушений и получил согласие на свои условия. В дальнейшем он оказывал данным управляющим компаниям покровительством, в том числе при проведении проверок пожалом и обращением граждан. Способствовал отказу в переводе многоквартирного дома на обслуживание иной организации. Согласно информации, которую приводят в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю, незаконная схема каждый месяц приносила бывшему руководителю госжилнадзора не менее 55 тысяч рублей. В общей сложности в период с ноября 2018 года по март 2021 года он получил взятку в виде денег и предметов мебели на сумму почти 1 миллион 700 тысяч рублей. Севастопольский городской суд назначил жителю Нижнего Новгорода наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере свыше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Помимо прочего, бывший руководитель госжилнадзора Севастополя лишен права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и органах в течение 10 лет и лишен классного чина. Приговор суда вступил в законную силу.